Добрый вечер! У нас сегодня большая и сложная тема. В теме этой лекции есть одно имя, но и следовало бы ожидать, что я больше всего буду говорить о Николае Фёдорове. Конечно, я буду о нём говорить, но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что сегодняшняя лекция методологически будет ближе всего к той предполагаемой концепции, о которой мы постоянно уже долгое время на семинарах говорим со студентами, что когда рассматривается некоторая тема, некоторая философская идея, то её следует скорее рассматривать в контексте, в культурном контексте, окружающем её, в предыстории и в тех следствиях, к которым она привела. Ну и вот точно так же я поступлю с философией общего дела Николая Фёдорова. Мне будут гораздо интереснее истоки, окружения и последствия, чем, собственно, сами идеи, о которых я, конечно же, тоже скажу. Итак, я хотел бы начать с того, что мы с вами, поговорив об искусстве эпохи модернизма, мы с вами вступаем вообще в очень такую необычную тему, как неклассическая философия. Для начала хотелось бы вам сказать, что это такое, как к этому относиться, и вообще задать вопрос такой, а Николай Фёдоров имеет ли отношение к неклассической философии? Наверное, если бы его самого об этом спросили, то он бы очень удивился такому определению. Прежде чем, собственно, я начну о таком понятии, как неклассической философии, говорить, мне хотелось бы рассказать вам об одной статье практически современного философа, именно Мишеля Фуко. Мишель Фуко однажды был приглашен на круглый стол в Сорбоне, насколько я понимаю, где ему предлагалось выступить своим докладом, и он из темы этого доклада избрал очень необычные вообще вещи. Доклад этот назывался так – «Ницше Фрейд Маркс». Ну и для того, чтобы нам понять, для чего это нужно, давайте поговорим про эту тему Мишеля Фуко, которую он поднял в этом выступлении. Давайте я вот что сделаю. Я сначала вам покажу этих трёх философов, про которые он говорит. Вот у нас Ницше, вот у нас Фрейд, и вот у нас Маркс. Ну и я напомню, что про Ницше мы с вами уже говорили, как про пророка модернизма, а про Фрейда и Маркса ещё нет. Ну и вот две следующие лекции, они будут как раз им и посвящены, потому что это важнейшие представители неклассической философии.